Добрый день, дорогие абитуриенты! Здравствуйте, уважаемые родители! Сегодня мы записываем небольшой ролик, который стал уже традиционным. Каждый год в середине июля мы обращаемся к вам с целью помочь разобраться в текущей ситуации и помочь вам сделать правильный выбор. Мы не будем сегодня ставить перед собой задачу необъятное и рассказать о всех программах, о всех деталях, какие здесь возможны. Существует страница ВКонтакте, существует страница на нашем сайте, где прекрасно дана информация. Мы хотим сделать две вещи. Во-первых, уважаемые коллеги, которые являются руководителями образовательных программ, попробуют сегодня сказать о самом главном, что отличает их программы и на что вы должны в первую очередь обратить внимание. Во-вторых, мы сегодня попробуем подвести первый промежуточный итог конкурсной ситуации. Я абсолютно уверен в том, что самый вопрос, который сейчас вас интересует, это вопрос о том, какой будет проходной балл на образовательные программы, как он будет двигаться при переходе от первого периода зеленой волны ко второму периоду и что будет с коммерческим набором. Итак, у нас сегодня с вами принимают участие в беседе академический руководитель образовательной программы социологии Ольги Евгеньевны Кузина и руководитель образовательной программы государственное и муниципальное управление Вадим Николаевич Прокофьев. Уважаемые коллеги, вот у меня сразу же вопрос к вам главный о том, что, собственно говоря, является продуктом ваших программ. Вадим Николаевич, ваша программа государственное и муниципальное управление. Можно сказать, что ваш выпускник это чиновник или так сказать нельзя? И да, и нет. Мы готовим как чиновников, так и менеджеров, дженералистов для коммерческого сектора, для организаций, независимо от их организационно-правовой формы. Казалось бы, почему в таком случае следует поступать на ГМУ, а не, предположим, на факультет экономики или на программу менеджмента. Есть своя специфика. Начнем с того, что две специализации, которые мы развиваем, и они востребованы у работодателя. У нас практически 99% гарантированное трудоустройство наших выпускников. Так или иначе, завязаны на экономико-финансовую сферу. Первая специализация называется финансовый менеджмент в публичном секторе. То есть мы готовим финансовых консультантов, аналитиков и бухгалтеров как для государственной службы, то есть для министерства, ведомств, так и для любых других бюджетных организаций. Но выпускник, освоивший дисциплины данной специализации, прекрасно себя чувствует в любой коммерческой компании, занимаясь финансовой и экономической составляющей. Ольга Евгеньевна, ну а к вам стандартный вопрос. В массовом сознании социолог – это человек с анкетой. Но я его задам чуть-чуть поосторожнее. Можно сказать, что выпускник вашей программы – это человек, который работает с анкетой или нельзя? Нет, конечно, работает с анкетой. Это безусловно, это наша специфика. Мы учим работать с анкетами, составлять их, учим собирать данные по анкетам. Но в это общее представление, что человек, который бегает с анкеты, нет, он скорее думает об анкете, использует ее в анализе. То есть социолог у нас в нашей программе – это человек-социальный аналитик самого широкого профиля. И в этом смысле можно провести различия между нами и экономикой. Там экономисты, тоже социальная наука, но их основная специфика – это модели, регрессионный анализ, исходные предпосылки о том, что человек рационален. В нашем случае мы это тоже используем, но понимаем ограниченность этих вещей и рассматриваем более широко, как человек, как существо социальное, думающий. И власть – это наш вопрос, религия – это наш вопрос, культура – это наш вопрос. То есть каким образом человек принимает решения в современном мире, не только рациональные, не только в рамках этого подхода о том, что любое решение рациональное, а какие еще другие факторы влияют на человеческое поведение. И вот эта социология, она в этом смысле может быть и альтернативой экономике, а может быть и комплементарной экономике. Наши выпускники в основном работают в маркетинге, но это где-то порядка 70%, остальные 30% – это очень пестрый набор мест работы, то есть от журналистики, экономика, менеджмента, все что угодно. Поэтому у нас действительно компетенции очень широкие, но главный продукт наш – это критически мыслящий человек, умеющий собирать информацию, умеющий обрабатывать современными средствами. И, кстати, регрессионным анализом тоже владеющий. Конечно. Поэтому в этом смысле у нас математика довольно-таки серьезная, и человек, выходящий после нашего факультета, он вполне способен даже поступать дальше в магистратуру по экономике. Впрочем, как и наш. Можете в двух словах характеризовать, что у вас на программах нового появилось сейчас, и что ожидать нашим абитуриентам, что будет происходить в то время, когда они будут учиться. Ваня Николаевич, как у вас? Мы в этом году открываем новую специализацию. Называется она «Государственное регулирование предпринимательской деятельности». Мы возлагаем на нее большие надежды. Поэтому наш выпускник, который закончит специализацию, учебная дисциплина, это корпоративное управление, инвестиционный анализ, экономический анализ фирмы, сумеет не только управлять и регулировать бизнес, находясь в стенах Министерства экономического развития или администрации президента с аппаратом правительства, но и, будучи в какой-то крупной коммерческой структуре, понять, как наладить прозрачным образом взаимодействие с государством. Поэтому мы возлагаем большие надежды на эту специализацию. И потом, в целом, конечно, экономисты лучше разбираются в экономике, а менеджеры хорошо умеют управлять. Но в конечном итоге власть принадлежит государству. Поэтому идите смело к нам и проходите обучение по этим двум специализациям. Вы будете востребованы на рынке труда. И еще один немаловажный момент. В этом году мы единственный российский ВУЗ за всю историю, который предприняли попытку получить европейскую аккредитацию в сфере паблик администрейшн. Мы получаем реальную возможность сделать, условно говоря, абсолютно воспринимаемым и равноценным образование в сфере паблик администрейшн, которая выдается в российских, в иностранных ВУЗах Западной и Восточной Европы. То есть мы становимся конкурентоспособными в паблик администрейшн. Спасибо. Ольга Евгеньевна, что новенького у социологов? У нас всегда все новое. Вот вы начали вопрос свой первый по поводу анкеты. Так вот, анкета уходит в прошлое. Понятно, что анкетирование остается, но сегодня появились новые типы данных. Это большие данные, данные, которые собираются без участия социолога кого-либо вообще. То есть мы пользуемся навигатором, мы платим по карточке, все это остается где-то в некой базе данных. И вот умение анализировать эти данные, созданные уже не социологом, а самой жизнью, является сегодня довольно-таки интересной конкурентоспособной способностью. Умением, если человек знает, как это делать, умеет подойти к этому. По этому делу, что в основном такие данные сегодня способны анализировать айтишники. То есть люди, получившие полноценное айтишное образование. У нас такие тоже есть программы. Но айтишники в этом смысле пишут хорошие программы, умеют сложно выстраивать методики анализа данных. Но задачу поставить им должен либо экономист, либо социолог. И в этом смысле мы как раз, наша новая, мы в нашу специализацию по методам, которые у нас на четвертом курсе только происходят специализации, первые три курса специализации, нет у нас общее образование, а потом на четвертом году происходит это разделение на методах. Все три, даже больше курсов, которые появились новые, они связаны как раз с анализом этих самых больших данных. Вот как раз мы сейчас плавно переходим к следующему очень важному сюжету. Если мы посмотрим наши рекламные материалы нашего, значит, факультета в целом, всегда мы обращаем внимание на что? Что объединяет четыре разные программы. Главное это то, что так или иначе все четыре программы ориентированы на то, что условно можно назвать синтетическими мозгами. Здесь у нас не удерживается чистый гуманитарий, потому что будет математика, не удержится чистый математик. Но каждая программа предлагает какое-то свое сочетание, уникальное сочетание. И в этом как раз их, на мой взгляд, огромное конкурентное преимущество. Вот можете в двух словах прокомментировать, какие сочетания предлагают ваши программы, почему на них нужна математика, и почему при этом мы говорим, что если вы любите только математику, вам все-таки лучше задуматься о Мехмате, нашем математическом факультете, и не идти к нам, потому что у нас обязательно, помимо математики, будет много всего другого. В чем синтетика ваших программ? ГМУ, мы не устаем повторять, что это триада экономика, право и управление. Поэтому помимо экономических и математических дисциплин, треть программы – это управленческие дисциплины, которые не носят абстрактный характер, они заточены на различные компетенции, направления и виды деятельности государства и общества. То есть, как я уже говорил, это контрольно-надзорное, это бюджетный процесс, это регуляция, это оказание услуг, это контракты, причем как публичные, для публичных нужд, так и для корпоративных. И третье – это право, я вот в частности юрист, и эти знания, и не такой я один, у нас есть действующий замминистра финансов, мы стараемся совмещать, стараемся комбинировать такую сухую академическую науку, без которой никуда. и управленческий и правовой вектор. – Падем Николаевич, то есть, если резюмировать вот так, совсем на пальцах, у нас в стране сегодня, в общем, есть две очень популярные среди молодежи, среди студентов специализации. Это наука, то есть, простите, это экономика и это право. – То есть, да, экономика и право – это здорово, но ГМУ, которая выбирает себя лучше от этих двух направлений, позволяет… – Их синтезировать. – Их синтезировать, и самое главное – быть востребованным здесь и сейчас. Да, мы не готовим ремесленников, но мы готовим людей, которые могут по окончании, на следующий день приступить к обязанностям. И вот я уже знаю, я подписывал рекомендательные письма выпускнике, только неделю назад закончился выпускной вечер, а уже наши студенты устроились в ЦБ, в Центральный банк Российской Федерации, в Минэкономразвитие, в Сбербанк, и я подписывал рекомендательные письма. – Ольга Ленина, что у социологов? – У нас тоже математика достаточно в большом объеме присутствует, не только математика, как бы вот само это математика, data culture то, что называется, да, умение работать с цифрой, понимать, что эта цифра означает, не быть вот таким вот, как бы заформатировал, два плюс два всегда четыре, да нет, не всегда два, плюс два это один, например, две капли плюс две капли будет одна лужа, да, то есть, ну, как бы, вот понимание, что за цифра стоит, более того, когда цифра, речь идет не о природе, а об обществе, и когда мы оцифровываем, ну, измеряем общество, превращаем его в какие-то количественные показатели, что это такое? Да, это наша статистика, социальное конструирование статистики, да, то есть, почему, например, в Америке, среди чернокожих, уровень преступности выше, являются ли чернокожие более слонны преступности, или потому, что мы, полицейские, зная о том, что среди чернокожих, больше уровень преступности, чаще там оказываются с рейдами, чаще их проверяют, арестовывают, чаще больше оказываются в судах случаев, и они оказываются чаще в... понимание того, как мы производим цифры, понимание того, как эти измерения производятся и что за ними стоит, очень важно для аналитически мыслящего и критически мыслящего человека. Поэтому у нас не просто математика, как бы два плюс два столько будет, а именно умение цифру понять, как она сделана и что она означает. Ну и соответственно, почему у нас в математике долго не задержатся, потому что есть некий баланс. Мы ищем людей, которые бы хотели понять, как устроены измерения, и при этом людей, которые хотят покопаться, сравнивать различные интерпретации человеческого поведения, почему человек действует так или иначе. Я вспоминаю, когда это, наверное, был еще конец 90-х, и на факультете тогда социологии появился очень активный акцептор выпускников, который занимался социологией рекламы. Он брал на очень большие деньги и как-то раз с ним разговорились, его спросили, вы же можете взять на такие деньги, на такие оклады там любого выпускника, ВНК, физтеха. Он сказал, безусловно, это прекрасные специалисты в области компьютеров, IT и так далее. Но мне каждого такого человека приходится еще как минимум два года доучивать до понимания того, что такое общество и кто такой человек. Ольга Евгеньевна, ну, Ваня Николаевич, я немножко похвастался достижениями своего, своей программы, когда рассказывал о трудоустройствах. Что можете сказать вы относительно достижениями программы? Хвастаться, конечно, нехорошо, но все нужно в меру и к месту. Я думаю, что сейчас как раз вот к месту. Что хорошего? Ну, мне кажется, хвастаться нужно тем, что объективно от тебя не зависит. То есть какие-то такие объективные характеристики, которые, ну, ты просто говоришь о фактах, а не только, а я такой хороший, я такой умный. Вот из-за объективных характеристик наше большое достижение последних, я думаю, трех лет, это включение нашей именно программы, не просто университета, а нашей программы ковырят социологии в международные рейтинги. Где-то три года назад мы вошли в 200 лучших программ по социологии, мимо калорийских программ по социологии в рейтинге QS. На следующий год в 150, в этом году уже в сотни. Вот сейчас опубликован недавно был рейтинг шангайский, это шанхайский, это еще там три рейтинга существует всего таких, которые считаются самыми важными. Это вот QS, шанхайский рейтинг и Times. И вот в шангайском рейтинге, по-английски шангайский, фанхайский, мы уже даже в пули 51,75, то есть даже лучше, чем 100. Естественно, у них там разные процедуры. Ну, насколько я вот знаю, в шанхайском он как раз в большей степени ориентирован на нити объективные такие показатели. Да, если как раз к этому хочу перейти. Если в QS там 40% идет на библиометрические показатели, то есть сколько печатается, сколько цитируется, то в шанхайском это, по-моему, то ли 75% идет на это. Вот, поэтому это означает, что у нас работают такие преподаватели, чьи публикации на мировом, мировом, мировом уровне, да, журнал мирового уровня в академической сфере принимаются. И у нас наконец-то не догоняющее развитие, а уже мы задаем тренд. Это очень важный момент. Да, мы задаем тренд, да, и это касается и как социологии, так и паблик администрейшн. Спасибо.